Обычно говорят, как оценить парламентский год. Ну, мы с вами все учились в школе, по пятибальной системе я бы поставила троечку. И мне кажется, вот эта основа деятельности парламента, она заложилась 18 сентября прошлого года. Так как прошли выборы, то мы имеем, тут законодательное собрание мы имеем. Сфальсифицированные выборы, фактически сформированные фракции по минимуму 3-2 человека, 6 фракций, и абсолютное большинство Единой России. Фактически сегодня мы с вами имеем монополию власти Единая Россия. Может ли нас это сегодня удовлетворять? Нет. Коммунистическую партию, наше Санкт-Петербургское региональное отделение, это удовлетворять не может. Поэтому, как я могу положительно оценивать деятельность коммунистов вот в этих условиях? Безусловно, мы представители народа, фактически народа, который нам, нас уполномочил, представлять в законодательном собрании. Это представительский орган власти. И наша задача, прежде всего, отражать интересы тех избирателей, которые нам доверили свой голос и дали нам этот мандат. И очень обидно, что мы в полном объеме не можем сегодня отработать то доверие, которое нам оказали. Полгода лежит законопроект, фактически, это проект в социальный кодекс Санкт-Петербурга, который дает возможность многодетным семьям, родителям на бесплатный проезд. Движение, вот в эту сессию нам не удалось его провести. И, надеюсь, осенью мы эту работу будем завершать все равно. Дети войны, мы обязаны им. Это те люди, которые доверились нам, те люди, которые надеются на коммунистов, те люди, которые нуждаются в конкретной финансовой поддержке. Жить на 10-12 тысяч мы не можем. Мы вынесли опять этот вопрос в ходе рассмотрения бюджета 2017 года. Не удалось, но, тем не менее, мы все равно остаемся и будем обязательно добиваться, чтобы дети войны получали независимо от имеющихся льгот надбавку к пенсии. Нам удалось все-таки сделать налоговое послабление в плане налога на имущество с 2% до 1% для бизнеса налог на имущество уменьшен. Это плюс. Нам удалось провести ряд законопроектов вместе с другими политическими партиями по инвестиционной деятельности, по инвесторам и снизить фактически нагрузку на инвесторов, те, которые вкладывают свои денежные средства в здравоохранение, медицину, образование на 500 миллионов рублей. То есть они инвестируют, и тем самым вот эта нагрузка уменьшается. Удалось провести несколько зеленых зон в законе о зеленых насаждениях. Но это опять… Понимаете, в чем дело? Вот нельзя сказать, что законодательное собрание ничего не делало. Точечные социальные вопросы были затронуты. Допустим, 50 тысяч для молодых матерей, которые родили первого ребенка от 20 до 24 лет. Безусловно, это социальный вопрос, социальный. Нужно его поддерживать? Безусловно. Но в то же время мы поддержали этот проект. Но в то же время для родителей, которые вводят своих детей в детский сад, предельный размер оплаты за детский сад повышен с 10% до 20%. Вот такие вот точечно-социальные вопросы, которые… Один проект мы поддерживаем, другой проект мы категорически не поддерживаем, потому что он не носит социального позитивного эффекта. Поэтому вот такое отношение вот к этой деятельности, конечно, законотворческой, она у меня как бы очень сложная, потому что я чувствую, как наше большинство, единороссовское, оно стоит намертво, чтобы прежде всего защитить интересы все-таки капитала. И остаточный принцип – это защита социальных интересов граждан. То есть мы не получили развития промышленности, мы не добились роста количества, прежде всего, выполнения адресно-инвестиционной программы по детским садам и дошкольным учебным заведениям. Мы не решили целый ряд вопросов, которые должны были решить для того, чтобы наши жители почувствовали, что их жизнь стала легче. Я убеждена, что на следующий наш парламентский год он будет посвящен и, во-первых, размеру потребительской корзины. Это очень важно. Ее нужно пересматривать. Обязательно нужно ставить вопросы, конечно, и о индексации. Поэтому работы много. Я думаю, что наши законотворческие инициативы мы будем в любом случае даже таким ограниченным количеством депутатов пробивать. Но это наша задача для того, чтобы наш избиратель нас чувствовал, нас видел и нас поддерживал.